Так, в Новосибирске при поддержке мэрии установили памятную доску Ким Чин Иру. Можете себе представить, это мерзость. То есть, был такой черт, которого звали Ким Чин Ир, который командовал папа нынешнего Ким Чин Ина. А знаменитый этот Ким Чин Ир исключительно тем, что он был мажором, сынком Ким Ир Сена и мучил больше 20 миллионов человек. Когда тут тиранил, по наследству получил Корею Северную и тиранить этих людей. И потом сдох, и вот по наследству все получил Ким Чин Ир. То есть, и обратите внимание на то, что повесили доску, что он там был 5 минут на открытии метро. Его там пригласили на 5 минут. Вот он там был просто, грубо говоря, с лета его простыть не успел за столько лет. Все еще горячий. И вспомните того мужика, которого оштрафовали на 20 тысяч. Где там это Петр Кики... Ой, подожди, как же... Петр Кикилык, да? Так вот, этого Петра Кикилыка оштрафовали в Свердловской области за то, что он в своем селе, где жил Ричард Никсон, жил долго с родителями. В 20-е годы, может быть, много лет он там решил на свои деньги повесить табличку. Его оштрафовали, мы об этом уже говорили. Много лет, представляете, жил человек, который сделал историю 20-го века. Который был вице-президентом. Потом был президентом. Который чуть не попал под импичмент. Который прекратил, в конце концов, войну в... Подписал документы, по крайней мере. Войну во Вьетнаме. Ну и многое другое. То есть, нельзя сказать, что там Ричард Никсон был такой хороший, надо его во все места целовать. Но это был человек, который сделал историю 20-го века. И который повлиял на весь мир. И табличку ему нельзя поставить. А мудаку, который, мать, мажор, да, 20 миллионов с лишним человек, 23-25, я даже не знаю, сколько там, тиранил, мать, столько лет, да. Ему надо поставить за то, что он был здесь 5 минут. И что он 5 минут здесь был? Да лучше бы он сдох здесь. Тогда можно было бы Стеллу ему поставить. Здесь сдох этот Кимирсен, мать, или как его, мать, папа, дедушка Кимирсен. А это, блядь, как же он сволочит. Сейчас. Ким Чин Ир. Во как, блядь, никогда не мог я выговорить, как его зовут. Слава, расскажи анекдот. Так это и есть анекдот. Кстати, вот относительно Путина. Мне говорят, вот в чем ошибка Запада. Это вот относительно мажоров. Вот они его воспринимают, как Ким Ирсена, Ким Чин Ира. То есть, как мажора, как, говорит, ну он так же чудит. Он наследник богатых родителей и так далее. Ни в коем случае он наследник папы, алкоголика, который гонял их. Он там прятался у Ралдугина, потому что не мог возвратиться домой. Там папа лютовал постоянно. Он тратит не папиное наследство. Он наследником оказался случайным Советского Союза. Но воспитан. И он был не как мажор, не как наследник. Не как наследник богатых родителей. А как нищий. Поэтому весь этот ужас. Вот в чем. Ким Чин Пу. Ким Чин Пу.